Фактически в первой части судебного заседания Аксенов признался в том, что он являлся организатором народного ополчения. Он признался в том, что это незарегистрированная военизированная организация. Он заявил о том, что уже за три дня, с 23 февраля, когда это ополчение было создано, и до 26-го, была осуществлена закупка нескольких сотен бронежилетов, касок, щитов. Многие участники народного ополчения имели гражданское оружие, что, прежде всего, свидетельствует о том, что как минимум к какому-то силовому повороту событий партии «Русское единство» и Аксенов лично готовились.